Сельские истории Хозяйка рыболовецкого музея Вера Нилова собрала в амбаре несколько эпох, каждая из которых нашла свое отражение в экспонатах музея. Отдельного внимания заслуживает убранство деревенской избы. Очень ярко отражает уклад жизни. Домострой, скажу я вам, в чистом виде. В избе, если было много детей, то посмотреть на убранство дома, в потолке можно обнаружить вот такое вот кольцо. Это говорит о том, что это избы были многодетные. И с какой-то периодичностью, когда ребенок рождался, но хозяин приносил березовую жердь, к ней привязывал зыбку. И вот таким образом можно было маленького положить для того, чтобы позыбать. Эта зыбка, я вам показываю, она сделана из обыкновенного дерева. Обшита внизу вот этот короб лазодеревянный обыкновенной редниной мешковиной. А внутри ложилась солома. Туда ложился младенец, накрывалась, чтобы ему было комфортно. И мама сидела и пела колыбельную. Вот одну из колыбельных я вам спою. Мне оставила ее книгу отзывов, написала одна посетительница. Как раз вот с тематикой рыбацкой. Зыбаю-позыбаю, дед пошел за рыбаю. Бабушка коров доить, Боренька посуду мыть. Дед пошел дрова колоть, Кирилл огород полоть. Зыбаю-позыбаю, Дед вернулся с рыбою. И вот так вот мама пела и рассказывала, что происходит в доме. Потому что в деревнях были небольшие дома, и в одном доме жило несколько поколений. И старшие, конечно, передавали свой опыт младшим. Младшие следили за самими маленькими. Дедушки с бабушками следили за внуками. Кто мог, уже работает, тот работал. И так вот такой домострой был общепринят в деревнях. Все работали, все старались для дома что-то сделать полезным, потому что работа была тяжелая. И работа находилась на любой возраст, на любые способности. Вот почему говорили раньше из-под подола? Потому что раньше одежда спать, она ложила его в зыбку, снимала юбку и вот этим подолом накрывала, чтобы не было сквозняков. И когда уже ребенок вырастал, когда ему было месяца три-четыре, вот он и называется, вышел, вылез из-под подола. Что он уже стал побольше, повзрослее, уже здоровенький, уже все, уже меньше проблем хозяевам. А уже пополз, дошел, дополз там до дедушки, разбудил его, тот дед ему там дал кусок хлеба, уже все, выжили. Большая часть убранства деревенской избы была, конечно, сделана женскими руками. Вот хватало же сил, терпения и умения у наших бабушек. Каждая хозяйка могла вышивать крючком, видите, вот это покрывало, вышитое крючком. Это простынка, вытканная на ткацком станке, вот таким совершенно потрясающим ткачеством, можно сказать, как габардин или как жаккард. Да, как жаккард. Сейчас уже, наверное, нет умельцев, которые именно на ручном ткацком станке могли сделать такие вот узоры, ромбики, такие вот листочки. Подушечки тоже это самое делали, с каких-то небольших кусочков, для того, чтобы просто для кровати придать еще какое-то богатство, убранство. В каждом доме обязательно была божница, обязательно были подзоры из разной сложности. И ручники сделаны из ткани, которые ткали на ткацком станке. Они вышивали дополнительно, каждый ручник или крючком сделали обрамление, и вышивка или сделали крестиком или гладью. И были полотенца еще дополнительно, каждая хозяйка умоверяла сделать решелье. Вот это вот домотканное, это тоже на ткацком станке сделано. Это вот тоже одно из редких ткачеств, видите, такой ромбиком ткались и делались вот даже вот как решелье. Потому что каждая хозяйка друг перед другом хотела сделать что-то такое необычное, чтобы каждый восторгался своим домом. Любить свой дом и всячески украшать его было принято всегда. То, как это делали во времена СССР сельские труженики, наглядно представлено в комнате советского периода Самоловского амбара. Очень много еще осталось материалов, еще до сих пор можно видеть у бабушек, у дедушек какие-то детали и в интерьере, и в одежде, и в прессе. И вот мы таким образом оформили, мы торцевые стены этой комнаты обклеили обоями вот того времени. Я несколько лет собирала разные обои, чтобы можно было потом приклеить и показать. И многие даже вот в этих обоях узнают детали стен бабушек, дедушек или даже, может, сами помнят, как клеили. Обязательно в советское время почему-то ковер висел на стенке, мы его тоже повесили традиционно. Ну и что отличало советскую квартиру? Телефон, ковер на стенке, хрустальная люстра и советская энциклопедия. Полный комплект у нас, можно сказать, в комнате есть. Естественно, можно узнать по такой посуде интерьерной, по каким-то игрушкам, которые тогда выпускались. Вот эти значки, в частности, собирал мой муж. Это когда был вот советский период. Можно посмотреть гербы всех республик и какие гербы были в каждом городе. Сейчас, конечно, многие города переименованы, но, во всяком случае, можно это сам посмотреть и обратить внимание. Даже вот мне привезли такие элементы. Это бусы, которые выпускались на радиозаводе где-то в Пскове. Они из керамики, и даже в наших советских кинофильмах можно посмотреть вот такой вот атрибут. И вот эти вот запонки. Сейчас мужчины не носят на запонке, но вот удивительно изысканные запонки. Вот этот вот календарь, который был в кабинетах и перелистывался вот таким образом. Видите? А здесь можно было накрутить месяц, а то дни недели вставлялись карточки. Вот такие бритвенные приборы. Наши известные Дедушки Морозы. И пластиковые, и с папье-маше. Такие вот легкие сваты. Советская атрибутика, в частности, эта самая Спасская башня. Такие первые светильники, которые были из пластмассы. Ну и, конечно, такое событие, которое было в 61-м году, нашими поколениями помнится, а современные молодые люди только по дате могут вспомнить. И я тут делаю небольшой экскурс про продукцию, которая выпускалась как раз к таким датам. И вот эту открыточку, которую можно посмотреть. Видите, с Новым годом. На шлеме написано «СССР», и космонавт идет по всему земному шару. Такая идеологическая, я бы сказала, открытка. Вот такие вот открытки выпускались. Ну а если посмотреть вот на эту ракету, маленькая, она совсем для маленьких детей, то если посмотрите в окошечко, то там Валентина Николаевна Терешкова. Игрушка имела еще такую просветительскую деятельность. Сельские истории. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90. Обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. Прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей и гостей деревни Самолва Гдовского района. Я прощаюсь, через неделю расскажу очередную сельскую историю. Наши прадеды любовно Топором тесали бревна, Гвозди крепко забивали, Песни громко запевали. Ставинки узорные, Тонкая резьба, До чего ж просторная, До чего ж просторная Русская резьба. Что из века призы моды, Что ей годы не погоды, В ней хозяевам не тесно, И для гостя хватит места. Ставинки узорные, Тонкая резьба, До чего ж просторная, До чего ж просторная Русская резьба. Ухмыляются иные, А из века стоит и ныне, Не сломалась, не сгорела, Лишь немного постарела. Ставинки узорные, Тонкая резьба, Да чего ж просторная, Да чего ж просторная Русская резьба. Дорожим мы стариною, Стала нам она родною, Вечно прадедов работа Будет радовать кого-то, Ставинки узорные, Тонкая резьба, Да чего ж просторная, Да чего ж просторная Русская изба.